К ним скоро полмиллиарда китайцев приедет. Ха-ха-ха. Ну, они уже там и были. Вот я в Омске, когда жила, там очень много китайцев живёт. И вы знаете, там вот китайский даже рынок был. Вот мы ходили на этот китайский. Там много рынков вот этих было. Но сейчас их нету. Сейчас вот, вы раньше помните, я не знаю, вы в России жили или нет. Вот я в России, когда жила, там были, когда я в Омск приехала, там была оптовка. Вот самое такое крутое место, куда люди приезжали со всего города, с деревень закупались. Ну, это было 24 года назад, когда оптовка была или сколько. Этой оптовки уже давно нет. Сейчас построили вот на месте вот этой оптовки, вот где эта оптовка, это вот левый берег Омск. Там построили континент, боулинг, там вот эти громадные. Ну, там столько всего построили. У тебя ощущение, что ты не находишься не в Сибири, а в Америке. Вот как это вот, ну, я не знаю, я в Америке сама лично не была. Ну, вот то, что я видела, вот программы смотрела, видео, фильмы. Вот у тебя такое ощущение, что это вот как в Америке, вот как всё это расположено, вот эти дальние расстояния и вот это всё. И вот, и я вот если в Омск поеду, то я обязательно там пофотографирую, видео сделаю и всё. Ну, что я слышала, вот что я знаю, что вот там был китайский рынок. Я вот сама была на этом китайском рынке, это было много-много лет назад. И это, не знаю, легально или нелегально было, но сейчас китайцам там такие павильоны построили с отоплением, там такое, говорит, прям центр построили, центр китайский. То есть они там раньше на улице продавали, да, а сейчас у них там очень всё круто. То есть для китайцев в России тоже очень много делается, для их продажи, вот для их бизнеса. То есть Россия построила им там павильон громадный, то есть, ну, вот это всё оккультуривается. О том, что в Омске оккультуривается, вот для меня это было шоком. Когда вот я была, там такие остановки автобусные сделали, я даже такого в Германии не видела. Ну, в Германии, может, это и не нужно делать, а в Сибири надо, потому что вот кто жил в Сибири, кто жил в Омске, когда вы ждёте автобус, особенно если он там где-то застрял, и мороз на улице минус 40, минус 50, можете себе представить, как вы замёрзнете, если вы будете ждать там прыгать, бегать, не поможет, замёрзнете. И сейчас там вот автобусные вот эти остановки, ты заходишь, они закрытые, они с отоплением, представьте, с телевизором, с отоплением, я была в шоке. И вот даже если дождь сильный начнётся, вот такие тёплые или ветер, вот дождь, ветер иногда бывает, ждёшь автобусы, и в Германии тоже такое бывает. И промокнешь, и ветер, и всё, а тут такие вот автобусные остановки, я была в шоке. Ну, это было 5 лет назад, когда я была, когда я увидела такую остановку, я, ну, я в шоке была, Такого я в Германии не видела, такой остановки, где тепло, где скамейки стоят, где даже можно зарядить своё устройство, там есть специальные тоже вот закрытые места, где покурить можно, вот курильщики, не на улице ставить, а ты можешь зайти цивилизованно там покурить где-то, вот для курильщиков тоже так всё сделано круто, ну, то есть много вещей таких, которых я, например, в Германии не видела, ну, то есть там меняется, и неудивительно, что китайцы себя комфортно в России чувствуют, и японцы, наверное, сейчас почувствуют, а чё, круто на такой остановочке посидеть, сигаретку закурить, телевизор посмотреть, автобус подошёл, сел, поехал.